Мы спрашиваем криворожан, находясь здесь в 95 квартале, как вы оцениваете действия президента, который тоже отсюда? Он бесподобный. Он кошмар. Как началась война, на его лице было написано, что он устав, не доступает. Никто такого не ожидал. У меня, мои родственники в России, сестра говорит, а ваш президент не сбежал. Я говорю, а что он должен сбивать? Ну, этот, сбежал же Янукович. Весь мир его любит. Не только мы, вот, кривой рог. Весь мир. От него все без ума. Снимаем репортаж про кривой рог. Президенты из кривого рога хотят пообщаться с местными. Как они оценивают, как вот криворожане действия своего земляка? Как он себя ведет во время войны? Я считаю, что лучшего президента у нас еще не было. И благодаря тому, что он выстоял, и то, что он первый же день не удрал никуда, а сказал, будем защищать. Вот благодаря этому наша страна и защищается. Я лично очень ему доверяю и верю. Так что... Но вы удивлены таким поведением? Вы ожидали такого? Нет, я о нем читал, зная, что он из кривого рога парень. У меня дочка училась вместе с ним в школе. Вот. Ну, немножко младше, на два года. Я просто его характер знаю давно. И ничему не удивлю. Парень на своем месте, и нам повезло. Я считаю, что он поступает правильно, молодец. Мы им гордимся, что он оказался вот такой. Мы на него возлагали, конечно, надежду. Сразу потом немножко разочаровались. А теперь мы, конечно, считаем, что он молодец большой. Не знаю даже. Это какая-то особенность? Здесь смелые люди живут? Или это его какой-то лист? Ну, почему? Конечно, смелые люди, да. У нас закаленные люди. Металлурги, шахтеры. Город рабочий. И люди со своим мнением, своим таким внутренним стержнем большим и твердым. Поэтому и он отсюда, да, мы гордимся. Сейчас очень гордимся своим президентом. Вы удивлены таким его поведением, такой его смелостью? Честно, нет. Ну, то есть мы с самого начала в него верили, например, лично я. И как бы убежден, что он бы никогда не свалил бы со страны и до конца защищал бы ее. Ну, вы ожидали от него такого вот... Конечно, он же Саша. Четвертого. Четвертого. Откуда? В Мариуполе. В Мариуполе. Здесь сами беженцы, прежде всего, являются первым контактом для тех людей, которые приезжают из других территорий. Значит, основой их является общественная организация «Егидоцентр». Это переселенцы, которые приехали к нам в город в 2014-2016 год. И мы с ними наладили настолько эффективную работу, что за последние несколько лет мы от европейских фондов и институций получили для города даже несколько миллионов евро на восстановление инфраструктуры, точнее, на создание инфраструктуры для беженцев. Опять же, я не люблю это слово «беженцы». Для новых криворожан. И получается, что сейчас так получилось, что новые криворожане здесь встречают новых криворожан. Я сам месяц назад переселен в трьома маленьких детьми, ну, из Херсонской области. Окупована территория? Да, ну, я как раз на периметру, я из Високопольского района, из Ивановка, тут широкая шестерня Ивановка, как раз, сейчас, в данный момент, там происходит, мне звонят тут. Хати горят, стреляют, людей вбивают. Происходит ненормально. Машины забирают, люди сидят просто, ну, голодные, просто без ничего, ну, нема, не есть, ну, я не знаю. Забирают последнее, последнее забирают. Хорошего там точно ничего. Я месяц пробовал там, когда русские были, хорошего там точно ничего. Магазины сразу поскривали, понапивались, ходят, кидают гранаты в хаты. Ну, им хочется так, людей вбивают. Хочет вбить, воно вбило. А хто саме, росіяни, буряти, кадировцы? Тоді були в нас буряти і ДНРовці. Ну, вони щас тут, так. Кадировці, вони задні йдуть всігда. Вони позаду. Відео знімаю для Тік-Тока. Розуміло. А ви з родиною переїхали? Так, я з трема дітьми малими. Ну, сняв квартиру. Були последние гроші, я сняв квартиру на місяць. Без варіантів. Побросав теж все. І хозяйство, і ну все. А що у вас за хозяйство там було? Хорови, телята, поросята. Все. Ну, як в селі. Ну, все. А хтось там ще з ваших знайомих, може, залишився? Залишився, ну, связи нема. Була последнє связь, я три назад. Ну, позабирали люди. Святу нема вже місяця два. Ну, як вони тільки зайшли. Вони побили, святу нема. Люди заряджали в кого машина, через машину там на тихорях, там, телефон. А зараз нема связи, бо последні даже машини ходять по гаражах, хто даже поламав спеціально машини, вони отремонтирують і забирають. Вообще, ну, все. Телевізори, ну, інтернети, ну, все забирають. Що там балакать, як буряти заходять? А що то на стовбу? Ну, інтернет каховський, висить коробочка. Він каже, що то таке інтернет. Поліст, зняв на стовбу ту коробочку, а для чого на тобі? Ну, у нас інтернета нема, хоч інтернет вдома буде. Ну, це ум є в голові. Ну, значит, город Кривой Рог – самый французский город Украины. Дело в том, что до 1880-го года Кривой Рог был пусть крепким, но все-таки небольшим селом. А в 1880-м году в Париже было создано Парижское акционерное общество под названием Криворожские железные руды. Его инициатором был легендарный украинский, ну, или там, тогда этого, в ромасштабах Российской империи, Александр Поль. И вот первые масштабные инвестиции пришли сюда, в Кривой Рог, как раз из Парижа и из Бельгии. К нам недавно приезжали французские журналисты. И на мой вопрос, от чего нам, ну, нет, мы знаем, что отсюда были, значит, французы, новая Бельгия. И мы снимаем сюжет по поводу Эйфелевой башни. И Эйфелевая башня в большинстве своем сделана из металла, который добыт, ну, то есть из металла, который сделан из железной руды, который добыт в Кривом Роге. Поэтому вот они там связывали эту историю о том, что... И получается так, что, значит, здесь были французы, здесь был крупный иностранный капитал. И в 20-х годах 20-го века пришли русские и все разрушили. И получается, они говорят, мы снимаем сюжет, потому что раз в 100 лет сюда в Кривой Рог приходят русские и пытаются все разрушить. Когда началась война, в Кривом Роге нет ни складов военных, для того, чтобы было мундирование, ни остального. Поэтому мы были вынуждены сами начинать шить все. Взяли натовские бронежилеты, разобрали, раскроили и начали шить. Сейчас уже, как бы, сделали тысячи из них. Перед тем, как плиту вставлять в бронежилет, каждую отстреливают. То есть это важно. И начали шить не только бронежилеты, но и разгрузки. Вот у нас разного вида носилки для врачей. Помимо того, что делаем бронежилеты, сейчас еще и начали шить формы. То есть опросили у военных размеры. То есть мы не просто там всех одного размера, да? Делаем. И сейчас уже шьем комплекты формы. И скомплектуются, как бы, на анжеле. И сейчас уже шьем. Делаем. Театр, возле которого мы только что были, в нем даже шли китайские постановки. Почему? Потому что после Второй мировой войны достаточно много китайцев сюда приехали учиться к нам в Кривой Рух инженерному делу, как правильно добывать железную руду. И среди преподавателей, которые преподавали китайцам, был такой человек по фамилии Аксентьев. Его учебники до сих пор издаются на китайском языке. А вот его литературные труды в Китае запрещены, потому что он рассказал, как Китай жил. А паника была в городе вот в первые дни? Нет, нет. Дело в том, что Кривой Рог, это люди, ну, жители Кривого Рога, это достаточно суровые люди, которые, ну, их мало чем можно испугать. То есть, когда ты работаешь в карьере, или когда ты работаешь в шахте, или когда ты варишь сталь, то есть ты, по-хорошему говоря, экстремальные ситуации, ты находишься каждый день. Плюс, ты работаешь же не как мастер, когда ты сам себе вот что-то делаешь, да, то есть у тебя есть очень четкое чувство локтя, чувство команды. Поэтому, а когда ты находишься в команде, причем серьезных людей, ты не так быстро побежишь. То есть, если ты видишь, что рядом находятся люди, которые уверены, это тебя тоже успокаивает, это очень важно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА